Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадил. И, в общем-то, сейчас мы будем рассматривать мифы о Порошенко. Да, в общем-то, я собрал такие вот 14, у меня их насчиталось, даже не 15, потому что там, ну, есть нюансы. И, в общем-то, я довольно долго готовил это видео, собирал материал, опять же, из открытых источников из интернета. Все эти источники вы сможете сами посмотреть, насколько они достоверны. Я старался, ну, так, чтобы баланс был. То есть, я не лез в какие-то архивы, но из открытых источников самую достоверную информацию старался черпать. Итак, мифы о Порошенко, которые вы могли слышать. Значит, первый миф, ну, он не главный, то есть, тут счет не означает, что один миф более мифичен, а другой более реален. Только сторонники Порошенко оскорбляют других, а сторонники, например, Зеленского белые и пушистые. Оскорбление сторонников Порошенко в адрес других. Это любители клавана, например. Тут не упоминаются сами люди, голосующие за него. Тут даже не говорится клоуна, используется искореженное слово. К тому же, комик – это осовременная профессия клоуна. И это по-своему правда. Второе, что использовали, типа, голосуй не по приколу. То есть, намек на легкомысленность. Тоже хорошее замечание. Помни, на выборах решается твоя судьба, а целевая аудитория этой фразы часто не понимает данного факта. То есть, действительно, голосовать нужно не по приколу, а по-серьезному. И ни за кого попало. Значит, оскорбление сторонников других сил. Например, Парахобот. Что такое Парахобот? То есть, мы расчеловечиваем украинца. Ботом называем его. Если он вдруг не бот, естественно. То есть, и хохловатник. Во-первых, ни один украинец не должен говорить слово хохол. Потому что это, в общем-то, вы сами себя так унижаете. Во-вторых, как бы, если они признают, что те, кто за Порошенко, они, короче, украинцы. То есть, они за Украину. И при этом называют украинцев хохлами. То вот подумайте, кто использует такое слово, как хохловатник. То есть, его используют ватники самые настоящие. Никакие не хохла. Значит, ну и вы поняли, что это гораздо худшее оскорбление, чем то, что используют сторонники Порошенко. Поэтому никаких претензий у вас к ним не должно быть. Вторая претензия к Порошенко и, собственно, миф о нем – клерикализация страны. Это, в основном, Кремль очень любит такое распространять. Ну, клерикализация страны. То есть, то, что религиозность якобы насаждает Порошенко. Вы вот подумайте, это Порошенко заставляет миллионы украинцев ходить в церкви. Вы понимаете? Это разве он заставляет? Нет. Больше верующих не стало в Украине. Поверьте. Со времен того, как Порошенко пришел к власти. Ну, типа, стал президентом. И при этом, то есть, как бы, никто никого ничего не заставляет. То есть, я вообще не понимаю, то есть, с чего вы взяли? То есть, Порошенко ж вас в церкви не заводит. С чего вы взяли, что он реликализует страну? Или что он там, типа, он не дал каких-то особых преимуществ, опять же, с украинской православной церкви. Он просто дал, как бы, легитимность и позволил столь же, то есть, поставил равной православную украинскую церковь, а вот эту вот московскую, ну, как бы, кто как считает? Равная она, неравная? Я думаю, что нет, но всякие разные могут считать. Значит, второе, то есть, типа, во-первых, уже мы можем разбить этот аргумент. И второе, как мы его можем разбить, Томас необходим для отделения УПЦ, Украинской православной церкви, от Москвы. Напомню, что РПЦ не отпевает и не производит погребальных обрядов украинских солдат погибших. Ну, сейчас это уже не АТО, ну, в общем, вы поняли. Вот это вот, в войне с РФ. Также на территориях храмов РПЦ на Донбассе попы размещали минометы и хранили оружие. Сейчас, возможно, тоже хранят. В самой РФ они святят ракеты сатана и проклинают врагов Путина. И вы считаете предоставление альтернативы этой организации к лирикализации страны? Я утверждаю, что это вопрос национальной безопасности. То есть, ну, вы понимаете, что это к лирикализации страны, когда у ублюдков, у совершенно сатанинской организации, ничего не имеющей общего с христианством, отбирают, типа, возможность залазить в мозги нашим людям, накручивать там это, ненависть внедрять в головы украинцев, к другим украинцам. Или же это лишают их дохода, который они тратят, опять же, на помощь России всяческой и на уничтожение Украины. Вот, православие или смерть? Вот она, ваша РПЦ. Вот. Видите? РПЦ. Вот она. Вот она. Святят ракету сатана. Вот они. Святят вот эти вот БТРы, которые потом поедут убивать в Сирию, в Украину и так далее и тому подобное. Это мерзость, и это нужно, естественно, с этим бороться. Я всячески поддерживаю Порошенко, хотя я сам не верующий. Да, я не верующий, поддерживаю Порошенко. Из-за Томаса, да, отчасти. Дальше. Третье. Что Порошенко запрещает говорить на русском, и что украинский язык вообще не нужен. Я, как видите, уже пострадал от этого, видите, не могу по-русски писать. Вот видите, какой я страдалец. Ужас. Мне запрещают говорить на русском. Представляете? Ужас просто. Биндеры проклятые. Все. Хунту свежнуть ее нафиг надо. А если серьезно, это вопрос безопасности. И чем больше языков, тем и лучше. Как вы видите, один официальный язык функционально многоязычие. То есть мы можем говорить на нескольких языках, но официальный язык один, который мы учат, собственно. Как вы видите, довольно в большом количестве стран это так. То есть, например, вот Индонезия, Мексика, часть Европы, вот те же, Румыния, там даже, я не знаю насчет Сербии, но здесь вот это вот, Хорватия, Болгария, там всякая фигня. Германия вроде бы нет. Вот Франция. Во Франции французский язык типа один национальный. Вот в Испании, в Египте, там, не знаю, арабский или какой у них там. И вообще, то есть, как вы видите, куча стран в мире, у которых один государственный официальный язык. Вы понимаете или нет? Вот такие вот дела. И что в этом ненормального, я не понимаю. Я не понимаю, что в этом ненормального. Дальше. Что Порошенко агент Кремля. Да, это очень хороший миф, замечательный. То есть, как вы видите, Коломойский за Зеленского, Ахлобыстин за Зеленского. Значит, вот эти вот все террористы, всякие российские пидорасы за Зеленского. И не только они. То есть, вообще, все блогеры, все россияне за Зеленского. Как это ни странно. Вам следует подумать над тем, если они выбирали у себя Путина, а теперь они у вас выбирают Зеленского. То вы подумайте над тем, что они вам выбирают. Стоит ли вам слушать россиян в предпочтении в выборе кандидата. Подумайте над этим. Подумайте очень хорошо. Стоит ли вам это прислушаться к мнению россиян, которые выбрали Путина, который вот на нас напал. И у себя он там, как вы видите, великую империю строит. И, в общем-то, очень плохие вещи. Если вы считаете Путина плохим, я думаю, вам должно быть очевидно, что россиян и белорусов слушать, как бы, в выборе кандидата не стоит. Значит, и второе. Бритва Оккома. Из двух возможных объяснений истинным, вероятнее всего, окажется простейшее. К чему это? Только вот россиянам нравится Зеленский, а также ватникам. Вы хотите сказать, что россияне тратят кучу денег, чтобы, поддержав Зеленского, запутать украинцев? Ведь на самом деле они за Порошенко. То есть это те, которые говорят, что Порошенко агент Кремля. То есть, ну, блин, тратить кучу миллионов долларов в поддержку Зеленского. И при этом потом какой-то хуй рассказывает о том, что это они поддерживают Зеленского по всем передачам и тратят на это деньги для того, чтобы выбрали Порошенко. И тогда вот Порошенко будет агент Кремля продолжать, как бы, сдавать Украину еще пять лет Кремлю, двигая ее в Европу. Да, двигаясь в Европу, мы, короче, сдаемся Кремлю. Это замечательно просто. Просто великолепно. Значит, что Порошенко ничего не сделал? Вот пятый миф о Порошенко, что он, как бы, ничего за эти пять лет, какие-то ужасы делал и так далее. Давайте посмотрим, чего вас добились за эти пять лет. Все-таки пять. Я ошибался, то есть я вообще какой-то от политики довольно далекий человек был все эти пять лет. Вот только сейчас занялся этим. Значит, первое. Безвиз. Я, конечно, им не пользуюсь, но россияне в Крым тоже не ездят. И это не мешает им говорить, что вот Крым это очень хорошо. То есть я могу говорить о том, что безвиз это очень хорошо, даже не ездя по безвизу в Европу. Просто потому, что так все делают. Ну, как бы, по крайней мере, тех, кто пользуется безвизом, они могут стопроцентно сказать, что им, как бы, это все пригодилось. Второе. Томас. Я, конечно, не верующий, но чувствую себя безопаснее, когда боевые попы РПЦ под контролем. Да. Томас это тоже плюс. Значит, продажа липецкой фабрики по просьбе украинцев. Как вы видите, здесь есть ссылка, в принципе. И вы можете, в принципе, в гугле сами поискать. То есть вот такая вот фигня. То есть, что на момент, там, 4 октября 2018 года эта фабрика уже давно не работает. И, как бы, Порошенко ее продал и закрыл и так далее и тому подобное. Так что он выполнил. Вы просили, он выполнил. Вы за него не голосуйте. Ну, молодцы, конечно. Тогда что вам нужно? Вам просто нужно обговнять кого-то? Я вижу, что вам действительно нужно просто кого-то обговнять. Вне зависимости от того, что он на самом деле делает. Значит, четвертое. Улучшение дорог. Я по Зажолопинскому не ездил, но улучшение дорог у себя около дома уже давно заметил. Да, возле нас, короче, дороги вполне себе отремонтировали. Ну, я-то в крупном городе живу. И, как бы, раньше дороги были хуже, чем сейчас. Хотя, конечно, все зависит от района и от разного. Видимо, где-то действительно дороги до сих пор плохие. Но, тем не менее, не у нас. Значит, дальше. Межигорье, музей. И там лежит золотой батон. Никто ничего не украл. Да, это о том, что некоторые говорили, что, типа, золотой батон украли, короче, из Межигорье, и он куда-то делся. Нет, на самом-то деле, Межигорье, это сейчас музей. Вот, как вы видите, вы можете найти сайт этого музея, можете посетить и посмотреть на золотой батон и на то, как жил Янукович. Это сейчас музей коррупции в Украине называется. Так что, то, что, как бы, как вы видите, вполне себе все сделано было. И Порошенко себе золотой батон не украл. Значит, декоммунизация. Да, помните, что, типа, Ленины хвалили. Вам нравились Ленины? Помните Лениных? Вам нравилось им поклоняться? А ведь Порошенко тоже помог их убрать. В том числе и он, как бы, декоммунизацию не отменял, а, наоборот, поощрял все это. Значит, шестое. Модернизация армии до натовских стандартов. Вот, это, в принципе, фотография с парада. То есть, у нас есть эти парады, у нас есть, как бы, новые разработки вооружений. В достаточном количестве есть эти вооружения. То есть, те 5 или 2 процента, которые идут, как бы, на армию с налогов, они, как бы, собственно, идут туда и доходят. И, как бы, мы видим, что в результате появляется какое-то оружие на руках у наших солдат. Так что, это тоже довольно-таки, я считаю, достижение. До натовских стандартов все это повышено было, вооружено, улучшено. И теперь даже Россия, ну, будет бояться, я надеюсь, дальше что-то там куролесить. Значит, седьмое. Дипломатия. Санкции против России, он договаривался и уговаривал западных политиков их вести. То есть, он, в принципе, вот это вот все Минск там и так далее. То есть, это он все переговаривал. И, как бы, для этого нужно быть не самым глупым. Я думаю, что это вполне себе достойные поступки. И все это очень-очень хорошо. Он провел. То есть, на самом-то деле, другой политик мог бы гораздо хуже все это разрулить. Дальше. Ассоциация с ЕС. То есть, ассоциация с ЕС, одна из вещей, из-за которых Евромайдан, собственно, произошел, она была выполнена. То есть, Украина ее получила, эту ассоциацию. И, то есть, Порошенко действительно выполнил это обещание свое. И, как бы, мы вот ее выполняем. Да, вот это вот то, что пенсии у вас маленькие, то, что у вас газ дорогой, это все благодаря ассоциации с ЕС. И, как бы, это, типа, хуево, то есть, само по себе. Но вы же сами хотели. То есть, ничего не бывает односторонним. Что-то есть хорошее, что-то есть плохое. Я сам не очень доволен. То есть, типа, а что идеально? Вот скажите, как бы, как вообще можно было сделать так, чтобы в том состоянии, в котором Порошенко получил Украину, можно было бы всем угодить? Всем не угодишь. К сожалению, пришлось вот так вот сделать, я так понимаю. Ну, он, в принципе, обещает, что в следующий срок будет повышать, собственно, уровень жизни. Там пенсии и все остальное. Зона свободной торговли. То есть, зона свободной торговли с ЕС, то есть, была учреждена. И это, как бы, довольно тоже прикольно. Это отдельно и от ассоциаций, и от всего остального. И, как бы, теперь Украина переориентировалась на Европу. И, на самом-то деле, это и Украине, и Европе выгодно. Украине, прежде всего, потому что меньше торговых связей с Рашкой, а значит, меньше возможности России нанести урон украинской экономике. И, в принципе, коррумпировать ее и так далее. То есть, меньше возможностей для откатов. А Европе тоже выгодно, как бы, что ей дополнительная экономика. То есть, дополнительный товарооборот, украинские дешевые товары. А украинцы покупают тоже дешевле гораздо европейские товары. И это, как бы, в перспективе очень хорошо отразится. Уже отразилось. То есть, на самом-то деле, все эти пепсиколы всякие, они очень дешево стоят. В Украине гораздо дешевле, чем во времена Януковича. Особенно в долларовом эквиваленте. Значит, номинальный ВВП Украины. То есть, рост экономики во время войны. Это вот десятая или какая там часть. То есть, как вы видите, вот 2009 тут спад экономики. Потом до 2014-го. Ну, это всемирный кризис, насколько я помню, в 2008-м был. И как бы, и плюс Майдан там, по-моему, был же, или нет. Или Майдан в 2004-м, кстати, был. Так что нет, это именно кризис повлиял. А вот здесь в 2014-м, 2015-м, вот самое ужасное было. То есть, здесь, как вы видите, ВВП падал. И вот в 2017-м уже 26-20% типа такого роста. Ну, учтите, то есть, это такой себе рост. Это не настоящий рост. Но, типа, и другие росты, они увеличиваются. То есть, это просто один из параметров. В действительности, вот в 2018-м, вот уже идет. Если что, это, видите, World Bank.org. Это вот с этого сайта я брал... Ну, нет, я с Минфина, с сайта Минфина Украины брал вот эту вот информацию. То есть, как вы видите, экономика, в принципе, улучшается потихонечку. Потихонечку. И тут, короче, это статья такая, которую я нашел на просторах интернета. И, как бы, я тут даже одну часть удалил, значит, и прокомментировал. За пять лет правления Порошенко было посажено коррупционеров больше, чем за период с 1991-го по 2014-й. Ну, в общем, будем говорить за период независимости. В этом я, как бы, сомневаюсь. То есть, ну, в принципе, я думаю, больше, чем за время президентства Януковича, там, или кого-то другого. То есть, как отдельный президент, конечно, при нем, пожалуй, больше с коррупцией боролись. Хотя бы потому, что у нас куча органов появилась по борьбе с ней. Значит, второе. За пять лет правления Порошенко было отремонтировано дорого больше, чем за период с 1991-го по 2014-го. Возможно. Возможно. А возможно и нет. Ну, то есть, на самом-то деле... Сомнительно тоже. За пять лет правления Порошенко вооружения было создано нового. Больше. Вот. Вот с этим я согласен. С третьим. Потому что до того нам не с кем было воевать. То есть, Украина вообще нифига не разрабатывала до того. Только на продажу там какие-то военные частные корпорации разрабатывали. А сейчас, собственно, нам есть с кем воевать. Поэтому, собственно, и оружие разрабатывается. Ну и на продажу тоже идет. Значит, четвертое. За пять лет правления Порошенко армия Украины стала армией, достигнув по военной мощности 10-го места в Европе. Ну, не знаю. Там она, короче, довольно мощная. Но, как бы, насчет какого места она достигает, я не знаю. Блин, в Европе так там вообще голимые армии, если честно. У них натовская армия. Поэтому тут, как бы, гордиться, что на 10-м месте. Я думал, что мы там на первом месте. Пятое. За пять лет правления Порошенко Украина получила Евроассоциацию, безвизовый режим. Томасы это больше, чем вперед. Ну, это вообще-то даже не сравнивается. То есть, естественно, она получила, ну, собственно, это достижение Порошенко. Шестое. За пять лет правления Порошенко было... И он-то не правил он. Он, короче, просто президент. Президент он не особо правит. Ладно. Ну, у нас, по крайней мере. Было построено, модернизировано заводов больше, чем за период. Потому что до того их просто не строили, да. Только прикол в том, что, как бы, построили новые заводы и там устроили. Потому что старые заводы все, типа, в 2014 году накрылись. Из-за того, что Рашка, типа, там, эмбарго объявила им. То есть, по сути, их и закрылось много. Они закрылись или в начале президентства Порошенко, или же до того. То есть, в период, так скажем, временного исполняющего обязанности. Но, в общем-то, не так плохо. Не так плохо, но, скажем так, в ноль вышли. За пять лет правления Порошенко было выиграно судов против Российской Федерации больше. Потому что до того мы не враждовали. То есть, в том-то и прикол, что мы не судились с ними до того, к сожалению. А стоило бы. Опять же, если бы за газ судились, то тогда было бы лучше. То есть, надо было сразу уходить, уходить подальше от этой Рашки. Ну, конечно, было трудно, потому что люди ее очень любили. Люди очень любят Рашку и всякую говняшку. За пять лет правления Порошенко во владение Украины вернули больше предприятий. Ага, и как бы вернули, вернули. А, ну, это не обязательно плюс, так как государству не место в экономике. То есть, какой же это плюс, если ты, короче, берешь себе предприятие в государственное владение? Это как-то тупо, приватизация это вполне себе нормальное явление. Ну, это, то есть, какие-то коммунисты этому будут радоваться. За пять лет правления Порошенко экспорт украинских товаров в страны Запада увеличился с 10 до 70%, что значительно больше. Ну, естественно, потому что у нас не было выбора. Это, собственно, да, достижение, но, собственно, постольку поскольку. Значит, шестой миф о Порошенко. Настоящая фамилия Петра Порошенко – Вальцман. Кстати, этот миф сейчас вот перестали форсить, потому что за Зеленским стоит Коломойский, который действительно еврей. И вот, вырезка с Википедии, вырезка с Википедии, с русскоязычной, кстати, Википедии. Порошенко родился 26 сентября 1965 года в городе Болграде, Одесской области. Отец Алексей Иванович Порошенко, уроженец такого-то села Бессарабия, королевства Румыния и чего-то там. Ну, ныне чего-то там, короче, вы поняли. Мать Евгения Сергеевна Порошенко, урожденная Григорчук. То есть, она тоже не еврейка. То есть, отец у него не еврей, мать у него не еврейка. Григорчук и Порошенко, собственно, по отцу. И то есть, все они, как вы видите, из Бессарабии, Одесской области. И тоже в Болграде. То есть, в 1974 году семья переехала из Болграда в город Бендеры. Молдавская СССР. То есть, вы поняли? Порошенко бендеровец. Бендеровец, вы понимаете? То есть, а вы говорите, что он вальцман. Какой же он вальцман, если он, это, урожденный Порошенко, и у него мать, это, Чук. То есть, вот вам тебе и Медведчук, и Порошенко, и все остальные, короче. Да еще и, короче, рос в селе Бендеры. С 10 лет занимался дзюдо, выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по дзюдо, видите? То есть, он в 70-х годах вместе с родителями проживал на юге МСССР в деревне Светлой Камрадского района. То есть, кстати, он не был вот этим вот, в коммуниатской партии не состоял. Но при этом, то есть, занимался спортом, и то есть, был таким себе инициативным парнем. Так что, как вы видите, вполне себе, биография у него очень даже хорошая. И никакой он не вальцман, да и из чего евреи это плохо. Евреи не все, как бы, плохие. Значит, 7. Порошенко разворовывает Украину. Ну, это просто смешно. Достаточно провернуть эту фигню фразой. И, собственно, я вам показывал, что идет рост экономики. Начался он после тех ужасных вещей, которые произошли в 2014 году. Уже 5 лет разворовывает Порошенко, разворовывает. А в Украине от этого экономика растет. Правительство начинает работать. Армия модернизируется. Коррупция борется. Несмотря на все разворовывание Порошенко. Значит, дальше. Свинарчук и его хищение в оборонке Украины. Значит, вот, как вы видите, здесь ссылка есть. UA-портал какой-то. То есть, что этот Свинарчук, он изменил свою фамилию. И как бы он был уволен. Свинарчук Гладковский. То есть, вот. Петр Порошенко приостановил полномочия своего соратника в СНБО. А уже 4 марта Свинарчука Гладковского уволили с этой должности. То есть, так что, как бы он, он сразу же избавился от любого, на кого пало подозрение в коррупции. То есть, его в этом не упрекнешь. То есть, он поступил абсолютно правильно. И, как бы, говорить, что вот, на самом деле, Порошенко, он, короче, это, в коррупции завязан, что он там это, это, он все спланировал. Он там 20 миллионов украл, при том, что он миллиардер. Это полный бред. Девятый миф, что Украине срочно нужна сменяемость власти. Да, вот знаете, россияне особенно любят говорить, вот, срочно нужно сменить власть в Украине. Ох вы это, иначе вы хунта, все дела. Чуваки. Это Ангела Меркель с 2005 года, канцлер Германии, по сей день, очень-очень долго. Параг Обама два срока был, то есть, это около там 8-10 лет. Тот же Кучма, то же самое, два срока пробыл. То есть, вы считаете, что Порошенко президент хуже, чем Кучма, который два срока смог пробыть президентом? Я так не считаю. Украине не нужно менять хороших президентов каждый срок. Для этого у нас законом предусмотрен второй срок. Если президент оказался неплохой, если у него есть что делать, то, следовательно, можно оставить его на второй срок. Естественно, послеживать за ним и так далее. Значит, дальше. Десятый миф о Порошенко. Как у Порошенко нет плана на следующий срок? То есть, каковы планы Порошенко на следующий президентский срок? Подать в 2023 году заявку на вступление в ЕС и начать выполнение планов по членству в НАТО. Восстановить уровень жизни и начать борьбу с бедностью. Делал Украину одним из лидеров аграрного и IT-секторов. Кстати, это вполне себе хорошо для Украины, потому что, собственно, у нас особо ресурсов. Кстати, газ тоже можно добывать селанцевый. Но это само собой, наверное. Ну, аграрный у нас и так она развита и будет, естественно, развиваться. IT-сектор тоже, естественно, будет развиваться. Мы не глупые. Транспортным хабом Восточной Европы, то есть, да, торговлю, естественно, тоже можно развивать. И одним из самых посещаемых европейских государств. Ну, это там Тимошенко что-то рекламировал Украину тоже. Продолжить работу над восстановлением территориальной целостности и возвратом оккупированных территорий политическо-дипломатическим путем. Кстати, оказывается, что он даже не обещал, что он там Крым вернет сразу же и так далее. Ну, по крайней мере, в программе у него этого не написано. Продолжить политику децентрализации, что позволит обеспечить качественный прогресс всей экономики страны. Продолжить политику снижения налоговой нагрузки. Вот да, блин. Продолжить политику. Лучше бы написал, типа, снижу налоговую нагрузку. Это, конечно, хорошо. Особенно, там, вот эти вот субсидии, чтобы они автоматически устраивались, там, пенсионерам всяким. Потому что ты должен там идти искать эти субсидии. Какого хрена? Какого хрена ты должен идти в это, в бюрократический ад ради тех вещей, которые можно и так, и так включить автоматически людям. То есть, какой, понимаете, любому пенсионеру нужна субсидия, естественно, на это, на вот эти вот штуки. Зачем еще бумажки дополнительно? Если, вот, взять и оформить всем пенсионерам сразу субсидии. И все. То есть, это вполне естественно. Зачем люди должны специально еще идти и каждый раз это все оформлять и так далее и тому подобное. Как по мне, это крайне глупо. Продолжить работу над восстановлением территориальной целостности и возвратом оккупированных территорий. Ну да. Вот, кстати, политико-дипломатическим путем. То есть, он не говорил, что мы там будем кого-то воевать и так далее. Направить инвестиции в образование на повышение оплаты труда и квалификации учителей и преподавателей. Ну блин, ну, образование устарело в принципе. Усилить привлечение инвестиций для экспорта продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Ну да, типа, обрабатывающую правую мышленность развивать. Ну вот, как вы видите, вполне себе планы есть. Одиннадцатое. Порошенко диктатор узурпировал власть. Как-то слабо узурпировал, судя по выборам. То есть, опять же, какой же уж он узурпатор, если набрал так мало голосов. Это значит, что он как раз таки, ну, скажем так, не мешал демократии. И то есть, вполне себе честно участвовал в выборах. Я считаю, что за это можно все-таки ему дать второй срок. Не говоря уже о том, что у нас парламентско-президентская республика. То есть, что в парламентско-президентской республике президент может, типа, править, только если, типа, парламент будет под его контролем. А, как бы, у Порошенко, вы знаете, его партия довольно-таки разрозненная была. И как раз таки ему не хватало поддержки в парламенте для своих решений. Двенадцатое. Расследование расстрела на Майдане. Вот, то есть, BBC, с сайта BBC я взял. В убийствах на Майдане официально подозревают 66 человек. 46 из них сейчас в розыске. То есть, уже объявлены в розыск, уже выяснили, кто кого стрелял и так далее. И, как бы, сейчас сидят и так далее 11 человек. Реальные тюремные сроки. То есть, 11 человек получили. И, как бы, вы понимаете, что все-таки это все было расследовано, хотя недостаточно. То есть, некоторые сбежали в Россию, некоторых не нашли. Некоторые, короче, получили там условные сроки. Там силовики всякие, у которых крыша есть, короче, там. В общем, ужас. С этим, естественно, надо было бы бороться, но как Зеленский с этим будет бороться, никак он не будет с этим бороться. Потому что, если бы это можно было, это бы уже сделали. Значит, дальше. 13-я Порошенко, президент войны. Он ее начал. Итак, начало АТО, дата начала антитеррористической операции, то есть, когда вот это вот все, якобы война, 6 апреля 2014 года. А выборы президента Украины произошли 25 мая 2014 года. Март, апрель, май. То есть, через месяц. Он стал президентом через месяц после того, как начал, в кавычках, войну. Да, вот так вот президент, президент войны, Порошенко, он начал войну за месяц до того, как стал президентом и, собственно, главнокомандующим. Так что, такие вот дела. Судите сами. Ну и, конечно же, если уже говорить по честноку, то войну начала Россия, конечно же. Значит, и Порошенко самый богатый. 14-й миф о Порошенко. Вот, как вы видите, с сайта Forbes я брал всю информацию. Вот, например, у Порошенко сейчас 858 миллионов. У Рината Ахметова сейчас 2300 миллионов. То есть, 2,3 миллиарда. А у Порошенко меньше миллиарда. При том, что, как вы видите, вот это по годам состояние Порошенко. Как вы видите, в 2011-м у него было 866 миллионов, потом в 2013-м миллиард 600 миллионов, а в 2016-м стало 858 миллионов. То есть, как вы видите, Порошенко очень-очень разбогател, будучи президентом. Прямо-таки в два раза, только наоборот. Ну и, в общем-то, пишите, что вы об этом думаете. Я не собираюсь никого там говнять и так далее. Не зря, как бы, на плакате у Порошенко стояла надпись. То есть, одно слово. Думай. Думай. Думай над тем, что ты увидел в моем видео. Ты можешь все это проверить. Ты можешь все посмотреть. Ты можешь все, короче, это убедиться. Не верь слухам, не распространяй слухи, не ненавидь кого-то просто так. Я, конечно, понимаю, что если ты мерзавец, если ты ублюдок, то ты будешь продолжать все это делать. И будешь, как бы, против Порошенко и так далее. Как там его конкуренты, например, Юля там и Зеленский, который там кидает дебильные фразы про свинарчуков, которые вообще, как бы, ничего не говорят. По сути, это не компромат никакой. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем до свидания.